6 октября Святая Церковь празднует событие, которое мы называем «Зачатие святого пророка Божьего Крестителя Иоанна». Иудейский народ давно ожидал пришествия в мир Спасителя, и поэтому все, что связано с пришествием Спасителя в мир, имеет огромное значение. И произошло такое чудо. Мы с вами вспоминаем пророка Божьего Иоанна, появился он на белый свет чудесным образом. Его родители Захарь и Елизавета долго были бездетными. Елизавета была бесплодная, и это была их боль и печаль, потому что они не могли иметь детей, а ситуация усугублялась еще и тем, что в еврейском народе отсутствие детей считалось Божьим гневом. А если учесть, что отец пророка Божьего Крестителя Иоанна был священник Захарий, то ему вдвойне было это очень горько осознавать и глубокую печаль в сердце иметь. Но вот по милости Божьей была услышана молитва Захария и Елизаветы, и Господь вмешался своим удивительным промыслом в жизнь этих благочестивых людей. И произошло чудо, когда священник Захарий исполнял свою череду в Иерусалимском храме и зашел в алтарь для кождения, то он увидел там ангела Божьего. И ангел Божий сказал ему, Захарий, услышана твоя молитва, от тебя родится сын. Но это было настолько необычно и настолько страшно и удивительно, что священник Захарий усомнился и не поверил словам ангела Божьего. И он задал ему вопрос, а как я узнаю? Дай мне какое-то знамение. И тогда ангел Божий сказал, за то, что ты усомнился, будет тебе такое знамение, как наказание. Ты не сможешь говорить до тех пор, пока не родится от тебя сын. Священник, когда разговаривал с ангелом Божиим, оставался в алтаре, и народ Божий видел, что происходит что-то необыкновенное, потому что священник медлит, он давно уже должен выйти, а он не выходит. И когда священник Захарий вышел из алтаря, он не мог говорить. И все поняли, что произошло что-то удивительно, необычное. Прошло время, и родился у Елизаветы сын. И по обычаю нужно, чтобы были имена, имена, которые давали детям, они должны были соответствовать именам сродников, дедушек, прадедушек. И вот думали, что так и назовут мальчика. Но когда Захаре спросили, как ты хочешь, чтобы назвали твоего сына, он велел принести ему дощечку. И на этой дощечке написал, Иоанн, имя ему. И в это мгновение он получил дар говорить, и исполнилось то, что обещал ангел. Произошло чудо. Он стал говорить и рассказывал о том, что произошло в алтаре. Вот это событие, оно для нас значимое, потому что с самого начала Господь показывает, что Иоанн Креститель – избранник Божий. Господь посылает Иоанна Крестителя на землю, для того, чтобы он совершил великое дело крещения и совершил великое дело проповедь покаяния. Поэтому с пришествием в мир Иоанна Крестителя, он крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан, начинается начало спасения всего человечества. На сайте вышла заметка про то, что Вы обсуждали строительство Спасского женского министеря. Там, к сожалению, очень сухая информация. Можете, пожалуйста, рассказать, о чем Вы договорились с Викторинкомом, и, я так понимаю, там еще был меценат Михаил Луриасов. Какие планы должны были подряды начать? Ну, мы говорили о, во-первых, о строительстве собора, о проекте его убранства. Его еще не существует. Мы приняли решение заказать в нескольких организациях для того, чтобы провести, как это сейчас принято говорить, тендер, выбрать кого-то. Да, есть благодетель, благотворитель монастыря, который сейчас устроит, восстанавливает собор. Ну, мы с ним так уже несколько раз пообщались. Он производит впечатление верующего человека, заинтересованного в том, что он делает. Я надеюсь, что Господь поможет, и собор будет восстановлен. Ну, и, кроме того, мы пытались как бы так дать техническое задание архитекторам, которые будут создавать проект общего вида монастыря, территорию. Потому что вы понимаете, что от монастыря осталось буквально несколько пятачков. И сейчас вот стоит задача их как-то соединить и сделать некое подобие единой общей монастырской территории, что очень сложно. Но вот пытаемся сейчас каким-то образом это сделать. Ваша позиция по поводу отпевания на дому, во-первых, и вторая часть, считаете ли вы уместна сейчас в повышении цен на требования, которая критиковалась, опять же, на тех же порталов? Ну, что касается повышения цен на требования, это зависит от общей ситуации экономической в стране. Вы сами понимаете, что церковь живет только на те средства, которые приносят люди в храм. Я так понимаю, что везде, время от времени, цены повышаются. Мы давно не повышали у нас в Саратове, не помню, когда это было. Я пока не могу точно вам сказать, насколько высоки они здесь. На мой взгляд, они все примерно по всей стране примерно одинаковы. Это зависит только от общей экономической ситуации. Что касается отпевания на дому, я тоже не сторонник этого. Само по себе членопоследование церковное, неважно, отпевание это, это крещение, это венчание, они совершаются в храмах, должны совершаться в храмах. Но мы с вами знаем, что в советские годы, а в некоторых местах и сейчас, храмов мало было. Поэтому понятно, что нужды ради и закону применения бывает. И когда люди не могут привезти покойника в храм, сейчас это обставляют всякими сложностями, проблемами, это как-то извиняет тех людей. Но вот когда сталкиваемся с тем, что батюшки сознательно просто эту требу, так сказать, унесли из храма, ну, потому что если вы пришли в храм, и вы там, допустим, просите отпить кого-то, вы приходите за так называемый ящик, вам говорят, какая-то цена за это, вы платите, батюшка совершает эту требу, он просто получает зарплату в храме, этот батюшка, какая у него есть, там, 30 тысяч в месяц, там, 25 тысяч, 40 тысяч и так далее. А если он придет к вам домой, и никто не узнает, то за это отпевание, там, 3-5 тысяч, сколько, ему получат карман. Поэтому батюшке, конечно, это выгодно. И вот, к сожалению, так получается, что у нас некоторые такие вот умелые батюшки, это везде есть, это не особенность, там, Ульяновск, Саратов, Москвы, это везде есть. Батюшки некоторые предпочитают вот делать так. Это плохо, во-первых, потому что, ну, просто терять, просто храмы остаются, как бы, так сказать, без средств к существованию. А во-вторых, это плохо, потому что сами эти отпевания, так же, как и другие вынесенные из храма треба, превращаются в такую пародию. Может быть, даже кто-то слышал, наверное, такие рассказы, что-то помахали кадилом, что-то там пропели про это самое непонятное за 5 минут, и все. А отпевание, если его совершать по уставу, оно минут 50 длится, продолжается, да. Это совершенно такие разные вещи. Поэтому я тоже не сторонник отпеваний на дому. Тем более, что, когда батюшки заключают договора с похоронными агентствами, то похоронные агентства начинают просто препятствия какие-то ставить, потому что у них есть свой батюшка, и они там с ним как-то делят эти суммы. А когда человек говорит, я хочу в церковь, он говорит, ох, мы не можем. Или вот это будет стоить вот еще столько-то, или еще столько-то. Мы сталкивались с этим много раз. Ну, в общем, я пытался как-то с этим бороться вначале, но я понял, что я плетью об ухо не перешибу. И тогда я сделал просто по-другому. На всех кладбищах города Саратова мы построили храмы. И в каждом храме стал священник. И это резко, так сказать, снизило остроту ситуации. То есть привозят покойника на кладбище, заводится его в церковь, которая находится на кладбище. Вот и там его отпевают, и все. Никаких, ну, на 90% острота ситуации была снята. Конечно, люди не виноваты зачастую. Им сказали, вот, лучше так. Ну, тем более, умер близкий человек. Да, дайте ли рассуждение каждому близкому? Конечно, нет. Вот, поэтому тут вот каких-то мер запретительных я не собираюсь предпринимать, да, но думаю, что в этом деле просто нужно постепенно наводить порядок. Пожалуйста. Ну, я не могу еще пока сформулировать это в полной мере, да. Ну, мало храмов. Большинство новых храмов крохотные, деревянные. Службы в них совершаются крайне редко. По субботам и воскресеньям. Я вот воскресный вечер проехал позавчера по нескольким храмам, но в таким вот новом. Все закрыто, везде висят замки, никого, нигде, ничего нет. Это, конечно, неправильно. По поводу взаимодействия церкви и государства. Еще один вопрос. У нас в Иоанновской области очень хорошо было на вашем взаимодействии, например, с органами исполнения наказания. С правоохранительными органами, с военными. Как у вас было взаимодействие? Да, у нас тоже очень были добрые отношения и с военными, и с УФСИНом. Вот, я надеюсь, насколько я понял, здесь это тоже на достаточно хорошем уровне, и поэтому будем продолжать и помогать. Каждую колонию по церкви? А? Каждую колонию по церкви? Если в этом будет необходимость, и если в этом будет необходимость, то в том числе и да. Кстати, у нас много церквей в колонии? Есть. Есть, да? На самом деле. Ну, значит, вы знаете, у меня есть неплохой опыт. Вот несколько человек у нас в Саратове, которые в колонии начинали ходить в церковь, они потом, выйдя на свободу, они не бросали это, они продолжали ходить в церковь. Некоторые даже у нас работали, я даже брал на работу кого-то, вот, ну, по специальности. И, вы знаете, я считаю, что даже один человек, если как-то вот в нем, если у него изменилось что-то в жизни, если сердце его как-то вот перестроилось, да, если он стал другим человеком, это оправдывает все наши усилия, всю нашу остальную деятельность. Владыка, а какие ваши главные принципы в деле управления епархией? Вот жил всю жизнь, никогда не формулировал таких вещей для себя, поэтому, поэтому, ну, не навредить, помочь и постараться воплотить в жизнь свое видение церковной жизни. А я вам о нем в самом начале сказал. Друзья мои, часто христиане нашей страны, во многом крещеные в детстве и мало посещающие храм Божий спрашивают, как себя вести в храме? И надо сказать, что у многих людей, которые приходят в храм впервые, возникают необыкновенные чувства. Много раз мне говорили о том, что при входе в храм у человека возникают слезы. Если такое возникает, то это прекрасно. Это говорит о живости восприятие человеком, отношении к Богу. К сожалению, мы, когда растем, меняемся наше искреннее восприятие этого мира и любви, окружающей нас, любви родителей, любви близких и даже любви к Богу, постепенно теряет для нас остроту. А вот если человек стремится к тому, чтобы острота ощущений осталась, и особенно эта острота была выражена в любви к Богу, тогда такой человек, приходя в храм Божий, ощущает радость от этого. Он ощущает от этого подпитку духовной энергии, которая дает возможность жить и действовать и в дальнейшем получить во время она спасение души. Иногда спрашивают, как нужно, войдя в храм, вести себя. Во-первых, каждый христианин, войдя в храм, должен перекреститься и, поклонившись троекратно, сделав поклон в пояс, обратиться к Богу с молитвой «Боже, милости буди мне грешному». Иногда к этой молитве присоединяются еще две «Создав имя Господи и помилуй имя, вечесла согреши и Господи, помилуй и прости имя грешного». Если это будет совершено в пост, то тогда вход в храм сопреждается земными поклонами с теми же самыми молитвами. Когда вы входите в храм, первым делом вы должны пройти к центральной иконе. Обычно на аналое, то есть подставке для иконы в центре храма находится образ, который характеризует празднование сегодняшнего дня. Это или образ того святого, которому празднуется в данный день, или это образ Божьей Матери или Спасителя, если это Большой Спаситель или Богородица праздник. Мы, обращаясь мысленно к Богу, Матери Божией, Святым угодником Божьим, мы также трехкратно молимся. Сперва делаем два поясных поклона, затем целуем образ и затем отойдя делаем третий поясной поклон. Приходя в храм Божий, вы должны приходить с благоговением, с верою, с любовью к тому, кого вы сейчас увидите. Входя в храм, вы видите иконы, вы слышите пение, вы видите священное богослужебное облачение. Иными словами, вы осознаете, что это богословие в красках, это богословие в вещественных предметах. За каждым из этих священных предметов стоит история и богословие. Для того, чтобы понять смысл этих предметов и песнопений, и икон, чтобы вы могли раскрыть их для себя, необходимо не только посещать храм Божий, но и самостоятельно изучать Слово Божие. Если вы будете это делать, то в храме вам будет стоять интересно, легко и радостно. Вы будете слышать песнопения, и эти песнопения проникать вам будут в душу и изменять вас. И вы будете меняться, и выйдя из храма, вы можете сказать, что я действительно был на небе, а не на земле. Обычно, когда мы входим, то мы прочитываем молитву, содержащую себе стихи из 5 и 121 Псалма. Возвеселившися, орехших мне в дом Господень пойдем. Аж же множество милости Твоей, я Господи, в ниду в дом Твой поклонюсь ко храму святому Твоему. Господи, правду и Твою настаимя, враг моих ради исправит пред Тобой душу мою, да не суждено прославлю пресвятое Твое Божество, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok